О чем вы думаете, когда видите зажженный фонарь? О силе одного крохотного огонька, способного разогнать тьму? О надежде на лучшее даже в самые темные времена? О хрупкости этого замкнутого вкрепкий корпус язычка пламени, который прогаснет от малейшего порыва ветра? Я вижу в нем символ жизни, а также главный артефакт из мультипликационного фильма «За садовой оградой», дизайн-проматирован которого я сейчас и вышиваю. Ну что ж, беру у руки фонарь и приглашаю вас полюбоваться первым отчетом по этому проекту. Об истории появления этой схемы, об авторе по творческим свиданиямом Клодо Иклик Перц. И о своем мультфильме я рассказывала ранее в одном из роликов. Напомню вам, как будет выглядеть вышивка в готовом виде. Это фонарь в окружении деревьев, трав, листьев и атрибутов из мультфильма, таких как тыква и камень с мордочкой. В пламени внутри фонаря угадывается силуэты главных героев, двух братьев Вирта и Грега. Так как они главные, было решено начать вышивать именно с них. В работе я использую мулинет ВНК имени Кирова по ключу. 43 цвета, а плентов здесь нет. В качестве основы я использую границкую равномерку цвета топленого молока, которую я получила в подарок от Катрин. Точный каунт я назвать затрудняюсь, но что-то около 32. Итоговый размер работы 169х222 крестика, или примерно 27х35 см. Цветовая гамма просто замечательная. Особенно круто получились переходы салатового и желтого, имитирующие свечение, исходящее от пламени. Согласитесь, дизайнер поработал на славу. Организация процесса незамысловата. Все хранится в жестяной коробке от новогоднего подарка. Я пользуюсь специальным ключом для подкручивания барашков на станке от Дубко, эти вдеватели по типу Прим, иглой от гаммы 26 номера, которую я периодически заменяю, если верхнее ее покрытие стирается, и держать иглу в руках мне становится неприятно. А также ножницами-цапельками. Кстати, цапельки как нельзя лучше подходят для этого дизайна, ведь такие же ножницы фигурируют в одной из серий мультфильмов. Схема черно-белая, изначально удобная, но здесь я сама себе сделала проблему, когда склеила все листы в одно большое полотно. Не всегда удобно разместить эту кучу бумаги в нужном мне месте, но я приноровилась, хотя больше так делать не буду. Значки понятные, различимые и совершенно не вызывающие путаницы. Возвращаясь непосредственно к вышитому элементу, хочу сказать, что я допустила довольно много ошибок, связанных с тем, что в один прекрасный момент я то ли пропустила какую-то нить основы, то ли захватила лишнюю, и этим спровоцировала с дверь крестиков. Однако на результате это не отразилось, и я думаю, что в итоге все получится так же ярко, сказочно и эффектно, как в оригинале. Поработав с линомой DMC, я могу сказать, что клинская равномерка это такой середнячок, вышивать на котором, конечно, можно, но приятнее это делать на более качественных основах. Она слишком мягкая, и без боковой натяжки на станке с ней совершенно невозможно договориться. А еще она почему-то очень сильно меня путает. На лине DMC я еще ни разу не промахнулась, а в этом случае делаю такое постоянно. Однако я не отказываюсь от общения с подобными основами. Думаю, что украинская равномерка еще не раз попадет в мои видео. Если вам хочется узнать об этом фонаре, о героях в пламени, и о том, почему под ногами брать их разбросанные конфетки, смело отправляйтесь смотреть все 10 серий мультфильмов. А я продолжу и дальше создавать свой символ жизни, возводить крепкий корпус вокруг хрупкого языка пламени. Что ж, увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok